Зачем же нужно нам творческое вязание? Зачем что-то придумывать? Зачем мучиться, сочинять, быть на кого-то непохожим вообще? Ведь в магазинах всего полно. И оно такое ровненькое там, и оно продуманное, и дизайнеры уже продумали. Зачем вообще делать жизнь интересной? Почему она должна быть скучной? А придумывать самому – это невероятное приключение, потому что вы задаетесь какой-то целью, вы хотите что-то создать и пускаетесь в невероятное путешествие, и даже не знаете, что можете сотворить. На самом деле потенциал у нас такой невероятный, и мы даже не знакомы с ним на самом деле. Зачем нам творить такое, как делают в магазинах? Такое, как кто-то придумал, как будто бы кто-то переработал, переварил уже как-то это, а потом даёт нам готовое. Мы-то сами можем это придумать, и мы сами можем открыть этот свой потенциал. Нам нужно творческое вязание, чтобы познать саму себя, чтобы открыть свою настоящую силу, чтобы почувствовать это, почувствовать «я могу, я умею, я могу делать своё, не похоже ни на кого». Возможно, вы любите стиль феи какой-то, стиль клоуна, смешное, что-то детски смешное. И вот это путешествие внутрь себя, ощущение своей силы даёт такие невероятные возможности для нашей жизни, для того, чтобы открыть саму себя, для того, чтобы радоваться этой жизни, и для того, чтобы создавать невероятные вещи, и чтобы эти вещи привлекали людей, чтобы эти вещи приводили к вам ваших поклонников, ваших новых друзей, которые будут покупать и приходить к вам именно за вашими невероятными изделиями, невероятными созданиями, невероятными коллекциями, платьями, возможно, возможно, мантиями, возможно, это будет целой коллекцией. Вообще, у нас всегда есть два пути. Первый путь – идти уже хожеными тропами, по которыми проложены все метки, все разметки, куда идти, сколько вязать рядов, сколько вязать петель, какие брать нитки, какую брать плотность, и что у вас получится, и радоваться, что у вас получается, как в магазине, и удивляться, почему клиенты не покупают, почему они не приходят, и почему не торгуются, почему они хотят, чтобы вы дали им дешевле. Да потому что есть похожие вещи и у других, и в магазине есть похожие, возможно, у вас пряжа получше, но это надо рассказывать про пряжу, нужно, и они все равно будут говорить про цену, потому что есть похожее, есть с чем сравнивать. И есть другой путь, есть путь, когда вы творите только свое, ни на кого не похожее. И я вас убираю, что у каждого есть свое неповторимое, свой неповторимый характер, своя неповторимая рука, стиль, направление, то, что вы любите, и это обязательно проявляется. Когда мои студентки приходят ко мне учиться и берут те же самые задания, у каждой те же самые задания, они выполняют их настолько непохоже, настолько необычно, у кого-то ярко, у кого-то приглушенно, у кого-то мягко, у кого-то округло, у кого-то острые линии. И это замечательно. И это только начало пути, это только первые шаги, когда вы начинаете идти по пути своего. И в этом пути всегда есть трудность, потому что, ну, поначалу я не знаю, как, и мне нужно сделать этот первый шаг, но я не знаю, как его делать, я не знаю, что получится. Я по этому пути создания своего проходила много раз. Именно в силу своей профессии. Профессии дизайнер. Мои клиенты хотели необычное. Мои клиенты дизайнеры, хозяева магазинов, сетей магазинов. Им нужно было необычное, потому что, когда вы работаете из года в год, делаете в год несколько коллекций, вам надо всё время как-то удивлять своих клиентов, потому что они придут к кому-то другому. И вот эта идея создать что-то необычное, не похожее ни на кого, всегда у меня было заданием. Заранее у меня было задание создать что-то для их коллекции, что покажет, что они другие, что у них есть новые идеи. Они работают с дизайнером, который вяжет вручную. И вот эти вот работы, которые я делала для них постоянно, они показали мне этот путь, творческий путь, по которому ты идёшь, и поначалу ты не знаешь, как это сделать. Я получаю какое-то необычное задание и думаю, я не знаю, я не знаю как. Но что удивительно, что когда у вас есть такое задание, вы знаете, что это клиент, подвести его никак нельзя, то вы начинаете думать. Мозг начинает работать, поначалу вроде бы ничего нет, и поначалу кажется, о боже, я позорюсь. Но что получается? Появляются какие-то идеи. И вы начинаете пробы, а пробы это уже внутри процесса. А может так, а может так, а может ещё по-другому, и вот это, и другое. И вот вы включаетесь в эту игру, по-настоящему она ощущается, как детская игра. И вот уже смотришь, что-то получилось. И поначалу может казаться, о боже, о ужас, что я сделала. Но проходит время, и вы видите, а это необычно, а это здорово. И клиент смотрит и говорит, да, действительно, это здорово. То есть для того, чтобы идти по творческому пути, нужно идти против правил. То есть против чего-то привычного. Попадание в размер, вязание строго по инструкции, вязание, точная посадка, потом там непременно выточки или непременно обработки. Вот смотрите, я не обрабатываю свои изделия, и у меня дырочки являются украшением, хотя дырочки на трикотаже, это кошмар и ужас. То есть на самом деле вот эти все нельзя-нельзя-нельзя можно пересекать. И как раз вот это пересечение и отправляет нас вот в это творческое пространство. Я вас приглашаю на свои курсы, на свои мастер-классы, и войти вот это вот пространство с моей помощью. Я вас просто беру за руку и говорю, сделайте этот шаг маленький, небольшой, легкий, необычный, да, и действительно нужно быть какое-то время неэффективной, вот нужно эту вещь связать, чтобы она кому-то пригодилась, а вы вяжете и отпускаете это желание просто поиграть как ребенок. Но взрослый человек может играть как ребенок используя и извлекать из этих своих игр идеи, которые как раз и создадут вот это вот собственное, необычное, похожее только на вас. Поэтому в каждом своем мастер-классе, на своих курсах я вам предлагаю сделать этот шаг. Если не в этом, так в следующем. Если не какой-то большой, так маленький. Вы сейчас это не почувствовали? Почувствуете чуть позднее. Приходите, если вас интересует полная жизнь каких-то приключений в вязании. Эти приключения возможны, и они делают нашу жизнь прекрасной, чудесной. И ощущается она, ох, как здорово, какой же я молодец. Это ощущение, я могу, я умею, я сделаю это, оно замечательное и делает нашу жизнь такой невероятно интересной.